Я напоминаю, что мы начали в прошлый раз изучать деяния апостолов, и мы оставили учеников Ишоа в тот момент, когда они ждут обещанного в Иерусалиме. Они проводили Ишоа на Илеонской горе, он ушел к Отцу Небесному и сказал, ждите. Вот они ждали, и вот, собственно, начало второй главы, о которой я, как и обещал, мы будем разговаривать. Мы читаем из второй главы книги «Деяния апостолов» первый стих. Наступил праздник Шавуот, и все верующие собрались в одном месте. Праздник Шавуот, но нам, живущим в Израиле, может быть, не нужно так подробно объяснять. Если вдруг кто-то не в курсе, у нас выложен урок по празднику Шавуот в видео. Но поскольку нас смотрят не только в Израиле, я какие-то вещи буду объяснять немножко более подробно. Иногда я буду апеллировать к другим переводам, хотя вот читаю все в переводе Штерна. Итак, праздник Шавуот, как вы, возможно, знаете, это так называемый один из трех регалим, то есть праздник, когда паломники приходили в Иерусалим на поклонение. Каждый еврей мужского пола, соблюдающий заповеди, был обязан прийти три раза в год, и вот один из них на Шавуот. Я, кстати, говорил, когда мы рассуждали и говорили о Песахе, что очень многие приходили на Песах и оставались до Шавуот, потому что там мало времени. И это как раз время сферат Омер, счета Омера, чему, кстати, тоже посвящен один из уроков, если кто-то не помнит. Почему? Потому что шел отчет. Вообще, название Шавуот от слова недели, да, это, собственно, почему? Потому что нужно было отчитать семь недель. В русской Библии написано, отчитай 50 дней, ну, это логически, семь недель, 49 дней на 50-й день. Отсюда, кстати, название праздника Пятидесятница, который очень часто используется в русском языке. И я говорил, опять не буду повторять это, есть для этого урок подходящий, я говорил, что есть сельскохозяйственное назначение праздника, и у него очень много смыслов. И один из очень важных смыслов, который есть, это день дарования Торы. Почему это так важно сейчас? Потому что мы понимаем, что дальнейшие события связаны для нашего понимания именно с Торы, с дарованием Торы. И вот тут важно сказать следующее. Тора, что значит закон. Тора Моисея, да, как ее часто называют, закон Моисеев, или Тора, закон Машеха, они не отличаются друг от друга. Это не есть что-то другое. Есть разница в том, что одна из них была написана на камне, перстом Божьим, другая же пишется на сердцах человеческих, Духом Святым. И очень часто Шевот из-за того, что именно в этот день было даровано Тора, называют днем рождения иудеи, израильского народа. Хотя вот, как мы сегодня слышали, рассуждение по недельной главе, ну, народ только начал формироваться тогда, да, в пустыне. Он потом, собственно, еще, и, собственно, тот факт, что, перейдя в землю обитованную, они еще даже между собой умудрялись повоевать, говорит нам о том, что, как народ, они не были сформированы. Я, кстати, еще раз подчеркну, я об этом эту мысль повторяю довольно часто, что еврейский народ – это народ, но не нация, потому что евреем можно стать. И таким образом именно этот день Бог выбрал для сошествия Роаха Кодыша, Святого Духа на землю. Почему? Потому что, если то было днем рождения еврейского народа, то сейчас мы говорим о дне рождения Гуфа Машех, тела Машех, церковь, как ее иногда называют по-русски. Интересно, что есть параллель между этими двумя событиями, и она, безусловно, так же, как есть параллель, очень часто еще одним днем рождения Израиль называют Песах. Почему? Потому что в Песах еврейский народ вышел из Египта. Но в Песах же умер Иешуа. И это точно так же можно считать днем рождения, да, потому что семя посеяное. Иешуа много раз говорил эту мысль. Семя должно умереть, чтобы дать плод. Ему нужно было умереть, чтобы дать плод, и таким образом, воскреснув из мертвых, принести много плода для Царствия Небесного. Внезапно раздался шум с неба, похожий на шум сильного ветра, и наполнил весь дом, которым они находились. Затем они увидели нечто похожее на языки пламени, которые разделились и сошли на каждого из них. Я, кстати, для зрителей хочу сказать, что мы-то читаем по нашему переводу, а в уроках я ставлю синодальный перевод. То есть они могут параллельно увидеть, как это в синодальном переводе написано. Смотрите, Бог подчеркнул здесь связь между Торой и Руаха-Кодыш, и между тем, что произошло на Синае, когда была дарована Тора, и тем, что происходило там. Почему? В обоих случаях идет дарование Торы, как я уже сказал, первый раз на скрижалях каменных, второй раз на скрижаниях сердца. Оба раза происходят в один и тот же день. Причем, если вы помните, то и там, и там это было шестое число месяца Сиван. В дальнейшем Шавуот не праздновался какое-то время в Сиван. Для тех, кто не в курсе, есть урок два шабата, одно воскресенье, там я говорю о дне Рашид, его значении, и как от дня Рашид считается Омер до Шавуот. Но в год выхода из Египта и в год смерти Ема-Шейха, так же, как в этот год, в котором мы сейчас живем, это была одна и та же дата, шестое число месяца Сиван. Дальше. Оба сопровождались множеством языков, голосов. Кстати, для читателей русского синодального перевода есть проблема. Исход 19 глава 16 стих, там написано громов. Но если ты читаешь еврейский, там написано колет. Колет это голоса, а не громы. Поскольку мы с вами пользуемся не синодальным переводом в основном, то мы понимаем, что речь идет о звуках очень громко, которые, кстати, мы с вами многократно видим на страницах Священного Писания, что когда Бог говорит к народу, они слышат это как гром. И говорят. То есть тут как бы логического противоречия нет. Оно сопровождается проявлениями Бога, то есть Бог являет себя людям, и мы это видим. И оба сопровождаются огнем. Только в случае на Синае это был единый огонь, общий как бы, потому что Бог даровал это всем людям. И народ должен был стоять далеко. То теперь мы наблюдаем в день Пятидесятницы, что языки огненные разделяются, причем написано как бы огненные, да, такой момент важный. Они разделяются и почивают на учениках Ешоа. Почему? Потому что Бог таким образом показывает, что это действие направлено лично к каждому человеку. И мы с вами говорим о том, что взаимоотношения человека с Богом, если во времена ветхие, да, во времена древние, во времена закона Маше, это были взаимоотношения только народа с Богом практически, то теперь это становится прежде всего взаимоотношения личные с Богом, да. В этом многие видят намек на то, что Бог показывает уже своим ученикам, что его действие будет направлено в том числе по отношению к язычникам. Что мы увидим еще дальше. И собственно говоря, как в древности, когда народ стоял у горы Синай, там же не были только евреи. Мы с вами говорили, эра фраф, как это написано в Писании, великое смешение, если буквально переводить, есть разные толкования этих слов, но смысл в том, что там были не только евреи. Так и здесь, если мы посмотрим на тех людей, которые здесь находятся, там были многие люди из разных стран. Я чуть дальше подробнее немножко об этом скажу. Итак, мы видим объединение. С одной стороны, Тора, это учение, которое нам дает Бог. С другой стороны, Дух Святой, который приходит на землю, который в суть является нашим наставником. Смотрите, можно ли понять Тору без Духа Святого? Умом можно, сердцем нет. Можно логику понимать, да, выстраивать ее красиво. Здесь же речь идет о другом. О слове, которое касается сердца. Почему? Потому что теперь, когда Слово Божие звучит, то Дух Святой в это время работает в человеческом сердце. Откуда вы можете знать, что я говорю вам правду? Я слишком красиво рассказываю, да таких красивых рассказывальщиков, особенно среди нас, евреев, хватает. Только если Дух Святой скажет вам, что я прав, тогда вы действительно поймете, что это правда. А если он не скажет, то где мне пытаться донести? Именно поэтому, смотрите, в четвертом стихе мы дальше с вами читали. Все они наполнились, руаха, кодыши, начали говорить на разных языках, как давал им Дух. Исполнение Духом Святым, что это за действие? Если мы с вами читаем Шауль, послание к Ефесянам, пишет 5 глава в 18 стихе. Лучше не пристанно наполняйтесь Духом Святым. Дух Святой наполняет тебя. Это действие, которое не только произошло там, оно сопровождает верующего человека на протяжении всей его жизни. И это действие проявляется самым различным образом. Оно не может быть автоматическим. Оно требует усилий с нашей стороны. Именно поэтому Шауль говорит, что наполнять, вот я не могу сидеть и ждать пока, а вдруг меня наполнят, может не наполнят, может еще как. Да? Я должен прикладывать усилия для того, чтобы это наполнение происходило. И смотрите, мы с вами прекрасно знаем, что некогда весь мир говорил на одном языке. Потом произошло то, что произошло в Вавилоне, когда строилась башня. И языки разделились. Бог наказал за грех вавилонян таким образом, что они перестали понимать друг друга. Здесь же происходит вещь абсолютно противоположная. Почему? Потому что то было результатом греха, а здесь результат действий Духа Святого. А именно, они начали говорить на иных языках, подчеркнуто, как Дух им давал провещевать. Я знаю, что этот текст вызывает дискуссии, если вы сталкивались с... Но давайте вникнем на то, что здесь происходит. В Ирушаламе, пятый стих, в Ирушаламе же находились религиозные евреи из всех народов земли. Когда они услышали этот звук, собралось много людей, все были в недоумении, так как каждый из них слышал, как верующие говорили на его родном языке. Чрезвычайно удивленные они спрашивали, как же так? Разве все эти люди, которые говорят не из Галиле, «Почему же мы слышим, что они говорят на наших родных языках? Мы, парфяне, медьяне, еламтяне, жители Месопотамии, Иуды, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта, областей Ливии, близкие Кенерии, пришедшие из Рима, евреи же по рождению, празелиты, кретяне, арабы. Почему мы слышим, как они говорят на наших родных языках и обо всех великих делах, сотворенных Богом? Обратите внимание на две важные характеристики. Во-первых, они понимают, что речь идет о великих делах Божьих. Вот это очень важно, что люди, которые там находились, понимали, о чем речь. И они подчеркивают, то есть я слышу, он говорит на моем родном языке. Причем там были евреи и празелиты. Опять я хочу напомнить, что евреи это не значит евреи по рождению. Иудеем можно было стать. Да? То есть жил какой-нибудь человек, я не знаю, где-нибудь там, в Месопотамии, он уверовал. А, кстати, в соответствии с историческими данными и еврейской традицией, многие народы вокруг Израиля принимали иудаизм как свою основную религию. В период, когда Давид здесь правил, Шлема когда правил, да? И они слышали эти слова и понимали, что речь идет о великих делах Божьих. Отсюда мы понимаем, какова цель была этого явления. Проповедь апостолов, чтобы ее понимало максимальное возможное количество людей. и они понимали. Изумленные и озадаченные, они не переставали спрашивать друг друга, что все это значит. Но остальные смеялись на ними и говорили, они выпили слишком много вина. Бог сделал это чудо для того, чтобы люди были объединены. Когда-то он их разделил, теперь он их объединял. Но люди, слышащие это, реагировали, как их считали нужным. Для кого-то это была неоднозначная реакция, кто-то был изумлен, кто-то насмехался над учениками. При этом они понимали, что каждый говорит на родном языке. И здесь идет перечисление, кстати, идет перечисление список народов, который проживал в то время в Римской империи. Интересно, что Медраж Тхума говорит, что на Синае люди были изумлены происходящим. Так и здесь были изумлены, напуганы, ошарашены. И каждый трактовал по-своему. Кто-то говорил, что они пьяны. Я, кстати, хочу заметить очень часто свойства человека, когда он сталкивается с действием Божиим, человека неверующего, я имею в виду, объяснить. Ну, это не голос, это гром. Но это не потому, что Бог действует, а потому, что он пьяный. И объяснить по-человечески, потому что вера не укладывает. Дальше мы с вами читаем проповедь Шимона, которую он, Петра, которую он говорит. И я так считаю, я это, ну, читал у многих толкователей, что Петр-то на самом деле проповедовал на галилеяйском, на своем языке. А вот все присутствующие его понимали. на самых разных языках. Но об этом мы с вами поговорим уже в следующий раз. Поэтому здесь я на сегодня и остановлюсь. субтитры создавал DimaTorzok.